Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Часто говорят о том, что вот вы, Лора, говорите всё об одном и том же. Почему это так происходит? Потому что человек не чувствует, потому что он не вышел на уровни своего сердца, потому что есть ещё много внутренних противостояний, потому что есть внутренние ограничения и влияние общественного бессознательного, которое заикарено в 3D. То есть недовольство собой, недовольство жизнью, недовольство всем, что приходит в твою жизнь, всё не так и всё не для меня. Попробуйте развернуть эту ситуацию в другую сторону. Всё для меня, всё так и всё я прохожу. С Божьей помощью! Сегодня вашему вниманию я предлагаю очень интересную тему «Переход в Пятое измерение. Божественная трансформация мозга. Отец-Абсолют практики». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы закончить разговор о безусловной любви, которая является стержнем души Бога-человека, я хочу остановиться сегодня ещё на одной её особенности, которую многие из вас упускают из виду. Вы никогда не задумывались, почему люди так легко нарушают свои обещания? Почему так часто их благие намерения так и остаются намерениями, не воплощаясь в жизнь? Конечно, в данном случае речь идёт об обещаниях духовного порядка. Вспомните, сколько раз вы говорили себе и даже клялись, вот что с сегодняшнего дня вы не скажете ни о ком, ни одного дурного слова. Не будете никого судить, критиковать, навязывать кому-то своё мнение, что вы начинаете новую жизнь Бога-человека. Но вскоре вы замечаете, что ваши мысли и эмоции вновь возвращаются в столь привычное им русло анализа, оценки, суждения всех и вся. И порой вам хочется плакать от собственного бессилия и неумения ими управлять. И происходит это только потому, что безусловная любовь не успела ещё поселиться окончательно в вашем сердце и вашей душе. Ваш неугомонный ум не пускает её туда, отвлекает вас, подкидывая вам, словно поленье в костёр, всё новые и новые темы для размышления, тем самым всё более разжигая ваше эго, которому так хочется самоутвердиться и чаще всего за счёт кого-то другого, менее умного, менее красивого, менее духовного. Самое трудное для вас – это отключить свой ум, главный инструмент выживания в трёхмерном мире. Особенно трудно это сделать тем, у кого хорошо развито логическое мышление и кто привык блистать замысловатыми умозаключениями. И сейчас я объясню вам, почему же так несовместимы человеческий ум и безусловная любовь. Дело в том, что существует огромная разница между умом человека, трёхмерного мира, и умом Бога человека. Если в первом случае ум является препятствием для достижения человеком состояния безусловной любви, то во втором – великом помощником в этом процессе. И объясняется это тем, что в дуальном мире ум человека настроен на волну разделения, а в однополярном – на волну единения. А это колоссальная разница в вибрациях. Поэтому для того, чтобы безусловная любовь поселилась в вас навсегда, вам нужно перенастроить свой ум на божественную волну. И сейчас я дам вам практику, которая поможет вам это сделать. Назовём её «Божественная трансформация мозга». Призовите всех своих небесных помощников. Войдите в медитативное состояние и направьте своё внимание на свой мозг. Ощутите его частью себя, почти физически. А затем попросите энергию Первого Творца Вселенной заполнить собой каждую клеточку вашего мозга. Почувствуйте, как он начинает разряжаться и становиться огромным, лёгким, воздушным. Он жадно впитывает в себя эту божественную энергию. И все программы трёхмерного мира, которые жили в нём, в виде тёмных тяжёлых блоков, постепенно растворяются в ней. И на их месте появляются золотые искорки. Они сливаются с серебристой энергией Первотворца Вселенной. И ваш мозг превращается в два удивительно красивые, золотисто-серебристые, сверкающие полушария, в которых навсегда поселилась безусловная любовь. И в момент наивысшего блаженства попросите свой ум настроиться на новую божественную волну и уже навсегда оставаться в этом диапазоне. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Божественная трансформация мозга». Дорогие друзья, маленькое дополнение. Эта практика, конечно, уникальна. И сегодня она крайне востребована для всех нас. Но позволю себе предупредить вас, что эту практику делать желательно в очень расслабленном состоянии. Или продышать с первой по седьмую чакру с выдохом из чакры. Вдох в первую чакру, выдох во вторую. Вдох во вторую, выдох в третью. Вдох в третью, выдох в четвертую. И так до седьмой. Вы продышали свои чакры. Теперь расслабьтесь как можно больше. А потом приступайте к этой практике. Для синхронизации с этой практикой. С вами Божественная трансформация мозга.